Здравствуйте! Здравствуйте! Грядущие субботы и воскресенье – это первые выходные марта, а значит весна уже началась. И пока погода еще снежная и зимнее, настроение у нас уже веселое, оптимистичное и солнечное. Начнем, пожалуй, с мероприятий, которые будут проходить в закрытых комплексах. Так, например, в спорткомплексе «Арена», что в Приволжске 2 марта, будут проходить соревнования под зюдо для мальчиков и девочек 13-летнего возраста. 3 числа в воскресенье в Бисмарке будут проходить соревнования по комбат-самообороне. Их организует Ассоциация контактных видов единоборств. Еще одно мероприятие в воскресенье будет проходить в Химбанке и ГХТУ. Там встречаются баскетбольные команды студенческой лиги. Вход свободный. Еще одно мероприятие будет проходить в ЦВР. И участникам предстоит преодолеть вертикальный предел. Это соревнования по спортивному туризму и проходят они на скалодроме. Участников очень много. О остальных спортивных, развлекательных и культурных событиях расскажем более детально. Все грани страха. От легкой тревоги до цепенящего ужаса. Трепет, волнения, душераздирающие крики. Все это ждет вас на играх в реальности Бойсе темноты. 90 минут адреналина для детей и взрослых. Без эмоций отсюда уйти невозможно. А вот обзавестись седыми волосами и расшатать нервы вполне реально. В нашей игре есть три уровня сложности. Детский, средний и жесть. Средний от жести как раз отличается степенью воздействия актера. То есть в среднем уровне мы людей не трогаем, а в жести полный контакт. 30% команд заканчивают квест раньше времени из-за того, что им стало страшно. Киловатт звука. Актеры с удивительно натуралистичной игрой. Полная темнота и задания, которые откроют самые потаенные страхи вашей души. Все это ждет вас здесь. Бойсе темноты – это не игра на логику и знания. Это борьба с собственными фобиями. Тут несколько этапов, и смелые иногда уходят. Точнее, не иногда, а в основном смелые уходят и остаются слабые. Им очень страшно. Они визжат и даже падают просто на землю. Иваново должно быть не только городом невест, но и городом любви, решили организаторы тематических вечеринок. Поэтому теперь они регулярно будут проводить быстрые свидания, концерты и другие развлекательные мероприятия для пар и для семей. Причем формат фаст-дейтинг будет изменен. Организаторы считают, что пяти минут недостаточно для того, чтобы узнать друг друга. Поэтому времени на то, чтобы понять собеседника и прислушаться к своим чувствам, будет больше. Гостей также ждут веселые развлечения с конкурсами и подарками. Мы прежде всего хотим создать неповторимую атмосферу, перекликающуюся с другими нашими проектами. То есть это будет не разовое какое-то единичное мероприятие. Это будет комплекс мероприятий, которые будут интересны разным возрастам. И, соответственно, мероприятия квиза будут перекликаться с нашими тематическими вечеринками, которые планируется организовать. Забегая вперед, могу сказать, что вечеринки – это не единственное мероприятие, которое мы планируем, но самое близкое и то, которое мы уже готовы представить этому городу. Со 2 марта на кинопарковке зрителей ждут любовницы. Российская комедия расскажет историю трех девушек, которые в своем несчастье в личной жизни винят женатых мужчин. И дамы по закону жанра начнут мстить. Приключения, приправленные острым юмором, смотрите на большом экране. В ролях – самые популярные актрисы отечественного шоу-бизнеса – Александра Бортич, Пулина Андреева и Юлия Александрова. Их трое, они молоды и опасны. Молодцы, бабы. Они компрометируют попавших им в ловушку неверных мужей. Жанна не виновата. А если виновата? Да все равно не виновата. Мы же хотели пожить вместе. Что значит пожить? Это вам что, тест-драйв? Дочь моя, ни разведенкой, ни брошенкой, не будет никогда. Если что, только вдоволь. Главное событие этой весны – бои смешанного стиля. Впервые – женская битва, сражение супертяжеловесов. 1 марта – арена цирка. Турнир организации «Прайм ММА». Впереди – большая история. Билеты в кассах, Иванова концерт. Воскресенье 3 марта в 17 часов ЦКИО в Центре современного искусства «Авангард» мы ждем вас на концерте «Дорога и добра-2019». Мы помогаем общественной организации «Много детки» и отмечаем пятилетие студии духовной и военно-патриотической музыки «Пересвет». Будет интересно всем это семейное мероприятие – и детям, и взрослым, и пожилым людям. Вход будет бесплатный. Но пожертвование можно сделать от сердца или поучаствовать в благотворительной лотерее, которая беспроигрышная и призы замечательные. Кажется, что все организаторы лыжных гонок решили использовать грядущие выходные по максимуму. Пока трассы еще не растаяли и готовы, они запланировали несколько мероприятий на субботу и воскресенье. Так, в Лежневском районе, по аналогии с Лыжней России, в субботу будет проходить старт, который называется «Лежневская лыжня». Еще один массовый заезд для любителей и профессионалов будет проходить в Фурмановском районе в воскресенье в 11.00. В Вичуге в этот же день и в это же время будет проходить финал соревнований по лыжному ориентированию. Будет очень ярко, весело и запланировано огромное количество участников. А в воскресенье в парке Степаново будет проходить семейное снежное мероприятие. Одеваться на него нужно потеплее и обязательно запастись хорошим настроением. Там будет проходить конкурс кормушек, и участники будут строить огромную снежную горку. Будет также много конкурсов, призов и подарков. Вот, пожалуй, и все, о чем мы хотели вам рассказать. Веселых выходных, до свидания, и обязательно увидимся на городских мероприятиях. Субтитры создавал DimaTorzok